На канале Мегалодонов вы найдете прохождение таких игр как Mad Max, Call of Duty Ghost, Far Cry и монтажи по Battlefield. Автор старается и будет рад видеть новых зрителей. Ссылочка в описании. Всем привет, с вами Рэйдж. Сегодня у нас Су-27 Digital Combat Simulator и я вам хочу показать несколько сложных взлетов и сложных посадок. Так, собственно в чем сложность? А посмотрите на погоду. У нас гроза, тучи, дождь и достаточно сильный боковой ветер. Сейчас боковой ветер 5 метров в секунду, это не так много и вполне вписывается в руководство летной эксплуатации самолетом Су-27. Поэтому мы будем усложнять. Сейчас взлетаем, садимся на 5 метрах в секунду в боковом ветре и потом сделаем побольше. Поехали! Самолет уже при разбеге. Немножко сносит вправо, потому что ветер у нас слева идет. Набираем скорость 200, 210, 220, 250. Поднимаем нос плавненько. Компенсируем. Нас самолет пытается завалить вправо. Мы это компенсируем ручкой влево. И убираем шасси на высоте где-то 20-30 метров. Продолжаем легкий набор высоты. Наша задача сейчас не стоит лететь куда-то далеко. Посмотрите, как красиво. Вообще, а таз когда молнии особенно. Ну и, собственно, мы будем заходить по-ковбойски на посадку, чтобы, опять же, сэкономить время. Конечно, в реальной жизни так заходит различно каких-нибудь авиашоу, но никак не при стандартных абсолютно полетах. Выпускаем шасси и интенсивно снижаемся с потерей скорости. У нас получается небольшой перелет. И, как видите, самолет боком заходит на посадку. И у нас сейчас достаточно большая вертикальная скорость. Мы ее немножечко компенсируем. Наша задача сесть мягенько, хорошо, на скорости 1-1 метр в секунду. Что, собственно, у нас и получается. Ну, мы даже оттормаживаться не будем. Можно выпустить парашют, оттормозиться. Ну, мы приступим сразу к следующему полету. Ну что, продолжим. Нас ждет еще более суровое испытание. Как видите, во-первых, потемнело. Во-вторых, появился туман. Дождь продолжается. Гроза никуда не делась. И, тем не менее, мы идем на взлет. Самое страшное, что нас ожидает, это то, что скорость ветра боковая увеличилась до 10 метров. В тот раз было 5. 10 метров в секунду. Нас уже сильно сносит вправо. Вправо мы компенсируем это. 250 поднимаем нос. Компенсируем завал самолета влево. Иначе мы можем чиркнуть крылом взлетную полосу. И убираем шасси. Сейчас я включаю форсажный режим. Мы будем пробивать облака, потому что я вам хочу показать, как все это выглядит сверху. Облака у нас находятся на высоте 2000 метров. Точнее, полторы. Мы уже приближаемся к границе облачности. И вот готовы ее пробивать. Сейчас начнется красота. Закладываем направо. В этот раз мы будем садиться на аэродром с другой стороны. Я вам хотел показать именно это. Включаем подсветку приборов. Для того, чтобы в свете контровом от солнца нам было их видно. Просто посмотрите, черт возьми, как красиво. Ну что, мы готовы к снижению. Мы будем заходить на посадку, опять же, пока в Бойске, несмотря на сложные метеоусловия. И сразу же выходим на взлетную полосу. На аэродром. Будем сейчас пытаться интенсивно, интенсивными маневрами сбросить скорость. Потому что скорость у нас высоковато. Мы уже выпустили шасси, выпустили воздушный тормоз. Не забываем про боковой ветер. 10 метров в секунду нас сильно сносит сейчас вправо. И мы будем это компенсировать. Сейчас нам потребуется немножко добавить газу, для того, чтобы компенсировать сильную скорость снижения. И мы готовы к посадке. Вертикальная скорость 2 метра в секунду. Ребята, походу, в нас молния попала. У нас пожар левого двигателя. Если есть кто-то из профессионалов ДКС или летчиков, Можешь объяснить, что сейчас произошло? Почему у нас загорелся двигатель? Что у нас с двигателями-то? Очень-очень странно. Ну, мы совершенно точно не коснулись полосы. Пожар случился раньше. Но интересно. Как бы ни молния в нас попала. И выбила дачу. Неужели это в ДКС реализовано? Ну что, теперь нас ожидает настоящий хардкор. Полночь. Те же самые метеоусловия. Однако, кое-что изменилось. Скорость ветра. Боковая скорость ветра 20 метров в секунду. Это за пределами параметров Су-27 при посадке. Ни один летчик в здравом уме не будет садиться. На что там садиться? Он залетать не будет при таких метеоусловиях. Боковая скорость ветра 20 метров в секунду. Посмотрите, косой дождь какой идет. Но, погнали. Первый дубль. Как выйдет, так и выйдет. Так и запишу, так и выложу. Сносит уже очень сильно. Уже приходится очень сильно компенсировать. Скорость 220. Поднимаем нос. Компенсируем завал налево. Самолет колбасит нереально. Ё-моё. Убираем шасси. У меня такое ощущение, что я не многотонная машина с огромными мощными двигателями. А просто пушинка, которая колбасит ветром, как хочет. Офигеть. Ну, раз уж мы здесь. Офигеть. Вы только на это посмотрите. Нет, мы не будем в облачное заходить. Мы сейчас потихоньку будем снижаться. Идти на разворот. Разворачиваться будем прямо вот этим городом. Это будет сложная посадка. Это будет чертовски сложная посадка. По всем параметрам. Ищем визуальный аэродром. Полосу. Да, конечно, я уже ее вижу. Выпускаем шасси. Самолет очень сильно сносит. Я фактически лечу боком. Вот видите, вот там вот справа, куда я сейчас смотрю, это взлетно-посадочная полоса. Как видите, я лечу к ней, но я лечу к ней боком. То есть, самолет смотрит вот сюда, а лечу я вот сюда. Выдерживаем скорость. Потихонечку снижаемся. Высота снижения, точнее, скорость снижения у нас сейчас 5 метров в секунду. Высота 300 метров. Скорость 260 километров в час. Приборная, разумеется. 250 уже. Дело в том, что мы идем сейчас против ветра. И, пожалуй, надо немножко добавить. Вот он, аэродром. Справа. И как нам сесть при таком ветре, я не знаю. Мне реально придется боком садиться. Проверяем, все ли у нас сделано для посадки. Выпускаем воздушный тормоз. Я думаю, что он нам здесь пригодится. Охереть, как меня колбасит. Если бы вы видели, как я сейчас работаю с джойстиком. Меня просто несет в сторону. Рита с ума сходит, естественно. Перед сам... Сваливание, блядь, сваливание! Блядь. Я на пределе сваливания. У меня... Нет, вытащим, 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 вытащим. Нормально. Первый заход не получился. Идем на второй заход. Объясню, что сейчас произошло. Слишком сильный встречный ветер получался. Слишком... Раскачало самолет, мы потеряли скорость. И оказались на грани сваливания. То есть, когда самолет уже теряет свою полностью устойчивость. И может элементарно... Ну, как бы просто упасть. Назовем это так. Но получилось вывести двигателя на максимал. И, в общем-то, нормально сесть. Точнее, нормально выйти из этой сложившейся ситуации. Делаем вторую попытку захода на аэродром. Как видите, я сейчас лечу уже с другой стороны от аэродрома. И тоже фактически боком. Самолет просто не предназначен для посадки в таких условиях. Если меня получится посадить, это будет чудо. Мы на пределе вообще сваливания. Резко выравниваемся. А где у нас габарит неогнито? А где у нас габарит неогнито? Ахереть, мы смогли сесть. Редактор субтитров А.Семкин